Добрый вечер, дорогие зрители! Среда 19.30. Мы не изменяем своим традициям. Темная студия опять собирает своих обитателей. И в одной из прошлых передач, которые были посвящены проблемам обеспечения арктических улусов, мы считывали на то, что в течение своего времени, своего существования мало уделяли внимания теме Арктики. А нет, не отпускает вот этого тема. И как раз в конце марта в Архангельске состоялся обширный такой, очень представительный форум с участием всех арктических регионов нашей страны. От нашей республики принимала участие внушительная делегация. И о том, какие цели ставила перед собой вот эта делегация на этом форуме, и чего достигли, чего мы услышали, что узнали нового. Об этом мы сегодня поговорим в программе «Один из нас». И давайте, друзья, все-таки вот поближе. И все-таки, да, северная рыбка, она, конечно, я вот вспомнил, что буквально одну программу назад, мы тут прямо в этой студии кушали вот эту самую рыбку, ставили очень такие злободневные вопросы по вывозу северной продукции, по обеспечению населения арктических улусов самым необходимым. Люди говорили шокирующие вещи о том, что зимник у них открывался в середине марта, и буквально через две недели он закрывался. Как вот за этот сжатый срок обеспечить людей всем самым необходимым. И, конечно же, мы принимаем, конечно, во внимание, что у нас год экологии идет по стране. Вас, кстати, со званием, указ мы читали, да. И все-таки мы перейдем, давайте, к тому, что происходило в Архангельске с участием первого лица нашей страны. Все-таки это прибавило гигантский солидный вес данному мероприятию. И вот о ходе форума немножко, вот давайте, Владимир Николаевич, с вас начнем. Ну да, 29-30-го, да, в Архангельске прошел, по-моему, самый масштабный международный форум «Арктика. Территория. Диалога». Этому форуму Владимир Владимирович передал особое значение в этом году, подписав распоряжение о том, что этот форум в Архангельске становится постоянной площадкой для обсуждения всех аспектов развития арктической зоны не только Российской Федерации, но и всей глобальной Арктики в целом. Поэтому приглашены были участники со всех арктических стран. Всего где-то 2400 участников собралось в Архангельске. Ну и программа была очень насыщенная. В течение двух дней прошли большое количество сессий по всем вопросам, темам развития Арктики, но в то же время в рамках этого форума провели свои мероприятия ради международных организаций, в том числе Северный форум. Ну, в первую очередь надо отметить, что форум начался с заседания Госкомиссии Российской Федерации по развитию Арктики под председателем Рогозина, где обсуждался проект программы социально-экономического развития арктической зоны Российской Федерации. Конечно, федеральный закон об арктической зоне Российской Федерации пока не принят. Он обсуждается уже с 90-х годов, и в последней редакции из нашей республики пока там присутствует пять прибрежных углусов. Республика работает над тем, чтобы дополнительно восемь наших углусов были включены. И Совет Федерации, Госкомиссии по развитию Арктики в свое время очень хорошо поддерживали наши предложения, и мы ожидаем, что во время осенней сессии Государственная Дума все-таки приступит к изучению этого вопроса, этого федерального закона. Конечно же, на форуме еще много говорилось о международной кооперации, о снижении напряжения в данном макрорегионе, о возможностях, которые открывают изменения климата для северного судоходства морского или для освоения природных ресурсов. Поэтому практически все федеральные министерства, включевые, были представлены на уровне первых лиц, крупные добывающие компании. Мы знаем, что в этот понедельник Роснефт уже начало бурение первой скважины моря Лаптевых у нас уже, на границе с Красноярским краем республикой Саха-Якутия в районе Хатанги. Запасы предварительно оцениваются очень большие, и, конечно, перспективы тут открываются очень огромные. Но в то же время, учитывая, что природа Арктика очень уязвима, большое внимание также уделяется охране окружающей среды по снижению выбросов, по снижению загрязнения морей, морских акваторий и так далее. То есть речь шла об очень широком спектре вопросов. Но я думаю, мои коллеги добавят, потому что охватить все сессии было абсолютно физически невозможно в течение двух дней. Я в основном присутствовал на двух совещаниях Северного форума. Это заседание Комитета региональных координаторов, которое рассматривало текущие вопросы деятельности Северного форума. И состоялась очень представительная встреча губернаторов Северного форума во второй день. Ну и, конечно, мы присутствовали на пленарном заседании, где был диалог трех президентов. Президентов Российской Федерации, Финляндии и Исландии. Встреча получилась, конечно, очень интересная, очень познавательная. В то же время мы ясно услышали сигналы о том, на что нужно обращать внимание, как дальше будет развиваться сотрудничество в Арктике в целом, каковы наши отношения могут быть с Соединенными Штатами Америки и насколько готова наша страна к диалогу. На все эти вопросы и на все горящие вопросы, которые стоят на повестке «Дня в мире», Владимир Владимирович дал очень четкие и ясные ответы. И было, конечно, очень интересно наблюдать за какой-то игрой, когда модератор дает провокационные вопросы, вытягивает их на какую-то откровенность. И Владимир Владимирович один раз сказал, ну, в принципе, я хотел, думал, что мы будем налаживать позитивный диалог о развитии Арктики, но вы меня, говорит, стравливаете, провоцируете и придется отвечать. В общем целом, я думаю, что данный форум даст новый толчок к обсуждению всех вопросов, касающихся развития Арктики, и мы сможем получить ответы на многие вопросы. Он будет регулярно все в два года проводиться в Архангельске. Конечно, мы самый большой арктистский регион, как Республика Саха-Якутия, немножко по-хорошему завидовали своим коллегам с Архангельской области, что они смогли пробить такую хорошую площадку. Ну, они центровее все-таки. Ну, я не знаю, центровее, не центровее, но западная часть российской Арктики, конечно, более освоена, там жизнь более оживленная идет, я понимаю. Восточный сектор Арктики, он немножко как в каком... находится, может быть, стадии стагнации, может быть, да? Тут более тихо, больших мероприятий, там больших городов у нас нет. Им, конечно, с одной стороны, их карту в руки, с другой стороны, нам тоже надо подумать о том, чтобы Республика Саха-Якутия все-таки не теряла лидирующих позиций в вопросах Арктики. А вообще есть некая соревновательность, да, кто арктичнее, да, между регионами? Нет, я не думаю, что есть какая-то соревновательность, но в то же время каждый регион заботится о своем социально-экономическом развитии. И, соответственно, если первое лицо государства приезжает на такой форум, конечно, все пытаются получить его в первую очередь, да, и провести тот форум, который дал бы хороший стимул, толчок развитию области или края, или республики, это понятно. Но это внутренний вопрос, давайте вот затронули тему геополитики, да, все-таки она, я думаю, очень важная, поскольку все мы наблюдаем, как наращивается военная группировка в арктической зоне, да, то есть Россия наращивает утраченный ранее потенциал, который во времена СССР был довольно серьезной силой, которая сдерживала те или иные, скажем, замыслы со стороны наших партнеров, да. Но, тем не менее, это очень большой показатель. Там, где присутствуют военные, там, где идет оборот каких-то средств по линии Министерства обороны, там всегда большие деньги. Это напрямую тоже, вот жители Тикси же говорят, если военные приходят, значит, и нам хорошо. То есть параллельно развивается и другая гражданская инфраструктура. И все-таки есть какое-то противостояние, то есть мы все помним, что есть фразы типа «Россия не должна, как собака на сене, сидеть на арктическом шельфе», да, и не только. Футурологи говорят, что Арктика – это одна из возможных точек конфликта в будущем, в недалеком будущем. То есть когда сырьевые ресурсы начнут уже, скажем так, в южной зоне, где потеплее, начнут истощаться, начнется масштабное освоение арктических ресурсов, и вот тогда-то может возникнуть совершенно экономические, в том числе и военно-политические какие-то конфликты. Ну, вы, в принципе, задали почти тот же вопрос, который задавал модератор Владимир Владимирович, что только насчет наращивания российского милитаризма в арктической зоне. На что наш президент очень конкретно и ясно ответил. Усиление вооруженных сил в арктической зоне Российской Федерации носит локальный характер и не преследует цели глобального характера. В отличие от России, Соединенных Штатов Америки, вот их наращивание военного потенциала в арктической зоне, в той же Аляске, но имеет глобальный характер, потому что они там размещают системы противоракетной обороны, а мы наземные войска, центры обеспечения, технические центры обеспечения навигации, мореплавания и так далее. И те базы, которые создают на островах Ледовитого океана, в российской части, они многофункциональны. Они будут обеспечить и экологическую безопасность, и безопасность мореплавания, и будут и за погодой следить, за изменителями климата и так далее. То есть тут... Многоцелевое такое. Да, многоцелевое, но... Мультифункциональное. Да, мультифункциональное, но они не несут себе угрозу другим странам. Но это тоже показатель, потому что вот все мы видели кадры с испытанием военной техники, там, где военная техника конкретно приспособлена для условий севера, там всегда будет и развитие гражданского тоже, гражданского машиностроения, которое предназначено прежде всего для вот суровых арктических зон. И вообще, вот к экономической части, если приступить, это гигантские объемы, то есть триллион рублей на 150 проектов примерно направляется. Там всегда это очень большой, скажем так, толчок для развития. А пока мы пока не говорим о белом безмолвии, о белой пустыне какой-то, но Арктика должна же быть обитаемой. Всегда вот эту задачу ставили, и вот я еще раз говорю, все те задачи, которые и локально у нас в республике решаются, и тот вот этот мощный толчок, который дает прошедший форум, он, в принципе, будет играть только на руку. Я вот конкретно к жителям Арктики хотел бы обратиться, вот как они видят вообще, что хорошего в данном направлении может исходить после вот этих масштабных событий? Ну, мы участвовали с коллегой из Булунского улуса, главой Булунского улуса, и участвовали в форуме муниципальных арктических образований. Я от имени муниципалитетов от республики Саха выступил, где поставил ряд вопросов, которые нас на сегодняшний момент затрагивает, скажем так, плотную нашу жизнедеятельность. Это значит первое изменение федерального закона 44, поскольку мы на сегодняшний момент арктические территории находимся на одной площадке, торговой площадке находимся на одном уровне с мегаполисами. Для нас это, для улусов, которые зависимы от сезонной транспортной схемы, для нас это очень сложно. Практически автоземник у нас три месяца действует официально, и за этот период мы должны успеть провести должным образом конкурсы и перевести те груза жизнедеятельности, которые нам на год должны обеспечить для населения и строительство, начиная от продуктов, питания и так далее. При этом есть сложности по проведению торгов по этому закону. Поэтому мы предлагаем нести изменения, какие-то преференции для муниципальных образований именно арктических территорий. Второе. Мы ставили вопрос о пересмотре или разработке какой-то альтернативы по районному коэффициенту. Не секрет, что даже в республике Саха по разным поселениям разные коэффициенты используются. Где дислоцированы промышленные поселки, там коэффициент 2. На сегодняшний момент конкретно в Аннабарском улусе действует 1,6%. Это крайний улус республики Саха-Якутия. Поэтому мы предлагаем как-то пересмотреть в сторону увеличения, скажем, и может единый коэффициент пересмотреть или вообще другую альтернативу. При этом должен внедрён такой принцип, принцип длинного рубля, скажем, который действовал в советской педагоге. Лучших кадров специалистов высшей категории при советской власти, скажем так, привлекали тоже длинным рублём же. То есть вы какие-то крамольные вещи говорите? Нет, ну такое же мы не скрывать не будем. Симулирование обязательно должно быть. Да. Привлечение молодых кадров и так далее. Специалистов высокой категории. Вот для привлечения этих кадров должны быть какие-то механизмы, должен быть. Именно вот заработная платья, скажем так. Третье. Всё-таки мы ставили, озвучивали вопрос восстановления тоже северного завоза. Северным, морским путём. Не секрет, что вот грузы республики Арктический Улусов возятся на сегодняшний момент по территории всей России. Где привлекаются с юга? Железный транспорт, автомобильный и навигация, речной транспорт. И при чрезвычайных ситуациях ещё добавляется авиатранспорт. И при этом эти груза до потребителя доводятся за два года. Есть кратчайший путь, который надо восстановить. На сегодняшний момент мы, наш Улус Анабарский, локально, при поддержке Алмазов Анабара, по их транспортной логистике, уже третий год будем возить с той же Архангельской свои груза. Это для нас возможность есть. Хотелось бы, что для других Арктических Улусов, конечно, Северный морской путь должен был восстановлен. Что приведёт к восстановлению всей морской инфраструктуры. Об этом тоже Владимир Путин озвучивал на своём обращении. И будет создана федеральная структура, которая будет регулировать вопросы развития Северного морского пути. Ну и вопросы экологии ставили, что нужно всё-таки на федеральном уровне принять закон, этнологический закон, скажем так. Ну и вообще о взаимодействии с недропользованием, которые уже прибывают на территорию республики с нашего Анабарского улуса. Вот буквально позавчера показали отчёт руководителя Роснефти, который поставили вышку местности Харатумус, буквально совсем близко от нашего районного центра, нашего поселения Долганского, где пасутся две наших оленеводческих стад. Ведь потихоньку они будут уже по шельфу, уже начинать геологоразведку, и начиная с нашего района до восточного улуса. Ну, промышленный вопрос, промышленный... Яков Вольфович, прошу прощения. Промышленная экология... Ну, ладно, мы рассматриваем те, скажем так, районы, которые расположены южнее. В чём отличие конкретно арктической добычи? Ну да, даже в арктических, понимаете, есть Арктик и Арктик. То есть, вот почему про Архангельска говорили. Относительно большой город. Характерный для них, если говорить о традиционном природе пользования. У них вот в арктической зоне это заготовка леса. То есть, это говорит уже... Я просто не хочу цифрами, так сказать, людей пугать. Там же климат-то совсем другой. Там же совсем другие условия. Мы находимся в Восточной Арктике. Ну, Якутия, да? Мы с вами сейчас не находимся, а в принципе, Якутия-Восточная Арктика. У нас совершенно другой климат. У нас совершенно другие экосистемы. То есть, я дальше идти. И как бы это ни нравилось тем вот господам, которые в частности закон разрабатывают, которые, я не знаю, сколько раз, мы вносили всякие правки, но без всякого результата, да? Его правильно зовут. Это закон горнодобывающей промышленности. Развитие горнодобывающей промышленности в арктических улусах. Вот самый простой вопрос. Но тут нет представителя, как я понимаю, промышленности, да? Которые вот начали бурить. Вот у меня вопрос, да? Ну ладно, бурить они в условиях такого вот еще могут. А не секрет, что нефтедобывая промышленность сама по себе экологически относительно безопасна. До того момента, когда там начинаются так называемые проливы. То есть нефтезагрязнения. Вот насколько я знаю, нет ни одного реального метода сбора нефти. Я просто говорю о сборе нефти. Проливает, показывает. Видели, наверное, нефть собирает, потом боны всякие кидает, специальное там приспособление запускает. Все это в Арктике невозможно. Среди льдов. То есть Мексиканский залив не может повториться? Почему? Так вы послушайте меня. В Мексиканском заливе, да, это была ужасная авария, даже там случилось, да? А у нас, значит, естественно, более низкие температуры, ниже надежность техники, что бы ни говорили, будет, да? И полное отсутствие методики сбора в таких условиях той же нефти. То есть все, что прольется, все останется. Вот мне бы казалось, ну вы поймите правильно, я специалист по охране окружающей среды, да? Я все понимаю, как это соблазнительно, запасы, что у нас сейчас не так хорошо запасами нефти в стране. Яковлев, давайте мы сразу после рекламной паузы вернемся вот к самой острой. И все-таки год экологии у нас идет, да? К вашей теме, к вопросам экологии сразу после рекламной паузы, которая неизбежна на канале НВК. Второй блок программы «Один из нас» и мы перебили нашего уважаемого Якова Лизеревича, которому присудили высокое звание. Кстати, в эти минуты буквально можно проходит работа второго съезда экологов. И давайте продолжим все-таки. Особие социальной экологии. Да, да, вот я... Я напомню про рекламе. Действительно идет съезд. Идет съезд. Ну, сейчас он уже вечер закончился, конкретно заседание, вот я прямо оттуда пришел. А завтра с утра опять начнется и будет еще несколько дней, где вот в частности эти вопросы будут подниматься, да? Ну, различные аспекты охраны окружающей среды у них много. И гуманитарные, и экономические, разные аспекты. Вернемся к Артике. Я про что веду? Что вот наши арктические системы, да, хотя все это Арктика, одним словом называется, да, они действительно очень сильно уизменимы к внешним воздействиям. Ну, в рамках этой передачи не стоит объяснять почему, ну, просто поверьте на слово, да, они действительно уизменимы. Это как наземная система, так и наводная экосистема, да, вот этих арктических морей. Вот тут недавно говорили про рыбу, что вот всего там действительно большие проблемы у нас с транспортной схемой, как вывести рыбу к потребителю, да? Но если мы загрязним вот эти территории, на которые наша рыба, в частности, муксун, рябушка, омуль, да, кормятся, возить будет нечего, поймите правильно. Это наступает очень быстро. Вот это тот момент, когда экология касается нашего стола. А это свято, кстати, товарищи, да? Это свято, я согласен. Кроме того, это касается традиционных отраслей, вот этих коренных, малочисленных народов севера. Они всю жизнь жили этой рыбой. Потому что олень есть, нет, ну, хорошо, когда есть. Рыба – это более надежный источник, понимаете? Рыба – это всегда была основа жизни на севере, да? Я не говорю, что не нужно освоивать Арктику. Ну, казалось бы, совершенно логично, что сначала мы разрабатываем методы освоения, щадящие с учетом региональных особенностей вот этой экологиографической зоны, понимаете? Или, проще говоря, вот этой территории, да? Вот. А потом туда приходим бурить. Так же, как все разумные люди сначала придумывают, как строить дорогу, да? А потом ее строят. Вот, если ее построишь, не придумав, получается так, как получилось, понимаете? Вот вариант. Надо сначала выбрать, разработать техническое решение, чтобы оно обеспечило, хоть определенный, будем говорить, минимум, риск никто не отменял, я понимаю все. Минимум сохранения окружающей среды, а потом приступать к освоению. А мы приступаем к освоению, и даже не начали, вы поверьте мне, разрабатывать какие-то методы освоения. Да, потом говорим, Арктика большая, она все стерпит, да? Ну, да, потом вот у вас такая фраза, у вас прозвучала, белая, безмолвая, ну, это про Аляску, же Клондона, да? Кто вам сказал, что в Арктике должно быть много народов? Ведь как народ распределяется по земному шару? Ну, наверное, большинство наших зрителей были день в Юго-Восточной Азии, там, Вьетнам, да, Южный Китай и так далее, ну, на отдыхе. Видели, сколько там людей живут? Пресс. Это же исторически сложилось. Их экосистема позволяет выдержать столько людей. А вот северная экосистема традиционно сложилась, что тут людей мало, потому что у нас ресурсов относительно на площади мало, трудно прокормиться. Если будет много людей, не выживут. Но это должны быть самые сильные, из которых можно грозь не делать. Они сильные, я говорю про экосистему. И даже при том уровне малого воздействия, вот перебили же, например, овцы-быков, в общем-то, недавно относительно. Хотя людей было очень мало. Яков Лизер, на самом деле, очень иллюстративный пример привел. Будет загрязнение, не будет рыбы. От этого будем страдать все мы. Естественно. Что касается, вот, сын, кстати, моего старого знакомого, Олега Романовича, Роман Олегович уже получается, который принимал участие в образовательном форуме. Давайте про ваш коэффициент участия. Ну, давайте следующий начнем так. У нас был образовательный форум, в первую очередь, в рамках большого форума Арктика территории диалога. Мы там шутку называли большой форум, больших людей. В целом, мы жили в палаточном городке. И у нас, можно сказать, в целом разделилось все следующим образом. Есть теоретическая часть и практическая часть. Теоретическая часть включала в себя спикеры. Это были большие люди. Это, получается, с нами разговаривал Рогозин с Васильева. Это министр образования. Мы видели таких легендарных личностей, как Чилингаров. И самое главное, мы могли задать вопрос. Соответственно, задав вопрос, мы могли получить ответы на него. Что было крайне, знаете, приятно. Очень приятно в том плане, что у нас есть возможность с ними поговорить, прикоснуться ко всему, чему они сделали. Теперь касательно практической части. Наша делегация составляла 8 человек. Пятеро инженеров, даже шестеро инженеров. И двое юристов. Один из них регионовед. Приехав туда, мы ожидали, что будем одной командой. И скажу сразу, забегая немного вперед. Если бы мы поехали одной командой, а мы разрабатывали кейс, получается, комплексное развитие, социально-экономическое развитие опорно-эротической зоны, на примере Охрангойской области, то, думаю, у нас бы там все получилось. Во-первых, потому что у них там логистические преимущества огромные. Не то, что у нас здесь в Якутии, потому что у нас, если бы составляли кейс, например, в республике Саха-Якутия, они бы просто вспотели бы сильно, грубо говоря, так. Ну и нас тут разделили по разным командам. И будучи капитаном своей команды, пришлось не сладко. Потому что были специалисты, были специалисты, получается, с разных областей. У нас самая была, по численности, точнее, четвертая. То есть первая, это была московская делегация, точнее, архангельская, вторая московская, потом питерская, и только потом мы. И, соответственно, специалисты были у нас из Губкина, из Москвы. И, соответственно, они думали только о своем. И кейс, собственно говоря, составлялся в ней и газом, и магией, и прочим-прочим, то есть добытчиками. Как назывался ваш проект? Наш проект назывался «Концепция-42». То есть это шуточка, получается, из автостопа из галактики, вопрос всего сущего на свете. И ответ на него был 42. 42 – это главный вопрос сейчас, это, собственно говоря, Артика. Такая маленькая шутка у нас техническая вышла. Ну и в целом, что касательно нас, нашего проекта, тяжело было их собрать вместе, направить. И когда вот выступал, вся проблема была в чем? Все выступали красиво, но все говорили только о добыче. Мы же пошли следующим образом. Архангельская область, она расположена на трех, получается, экономических поясах, собственно, как и наша. И многие социальные вещи мы переводили с нашей республики. То есть я им рассказывал, как у нас это происходит. И для них это было, знаете, что для нас уже давно отработанное, известное, для них это инновации. Было смешно. Но в целом они напирали, получается, на Северноморской... Значит, мы все-таки арктикчнее, да? Да, Северный морской путь. Но мы смотрели, почему Северный морской путь, проект Северного морской пути уже отрабатывается, дано, все соответствующие заводы к нему отрабатываются уже уже не весь бог знает сколько лет. Мы же добавляли, получается, новые возможности. И также мы смотрели, получается, рассматривали такой вариант, как водохранилище и, соответственно, развитие умеренного пояса, чтобы планово подойти к развитию всего региона. Ну и в целом, что можно сказать? Руководителем нашей делегации, получается, очень опытный человек, института Востока, директор Нюргун Максимов. И сейчас у нас появилась такая, знаете, идея появилась, собственно говоря, по результатам информации молодежной. И мы бы в скором времени хотели бы этот проект уже представить, уже в головах есть, уже переводим на бумагу. И надеемся, что наш опыт, а инженеры у нас сильные, юристы у нас в этом плане сильные, что мы сможем занять лидирующие позиции вообще в целом Арктике в плане молодежи. Мы, представители старшего поколения, на самом деле должны с гордостью вот так вот. Вот так вот сделай, да, какая молодежь. С удовольствием слушай. Да, на самом деле, отлично, отлично, на самом деле. И очень коротко, что у вас переняли архангельцы? У нас архангельцы, получается, переняли у нас в вопросах энергетики, там они сразу наш проект забрали, получается, на разработку. У них имеется корпорация развития, и вот они уже сегодня писали моим ребятам и мне, что вот мы уже приняли на разработку, и их интересовали, получается, планово, а не завод водорослей, мы рассмотрели, завод рыбный, получается, возможности, но там открытого русла не так много, но мы упор сделали на роскошную дорогую рыбу. Премиальную. Премиальную, так сказать, там есть, получается, потребитель, и там есть возможности. И следующий проект – это логистический комплекс. А конкретно, получается, это поставка лесоматериалов, которого у них просто очень много, извиняюсь, в Юго-Восточную Азию. Ведь сейчас климатическим изменениям открываются такие возможности. Мы не можем рыбу с Андрюшкина вывезти сюда практически. Но между тем теоретически решаем задачи вывоза с Архангельска во Вьетнам, грубо говоря. Это, ну, не знаю, у меня когнитивный какой-то диссонанс. Я не знаю, на практике, наверное, конечно, Алексей сталкивается с вещами куда более серьезными, чем... Я не говорю, что вы максималист и так далее. Я говорю, отличная смена растет. Если вот с таким же подходом, как говорил Яков Лидович, то можно же победить. Можно победить очень много проблем. Вот что на практике сейчас прежде всего ставится во главу угла? Давайте вот краеугольный камень обозначим, прежде чем перейти к социальным каким-то еще вопросам. На практике здесь у нас? Да, здесь у нас. Ну, конечно же, вот это вопрос транспортного сообщения. Транспортировки той продукции, которая и производится в нашей Арктике. Ну, что там может у нас? Самая основная продукция для традиционных отраслей, это, конечно, рыболовство. И те вот вопросы, которые поднимали по части проблем перевозки, они действительно есть. То есть рыба – индикатор здоровья Арктики, да? Ну, получается, на сегодня так. Можно так, Сульманин. Можно так, Сульманин. Да, да. На сегодня так. Ну, я чисто участвовал тоже в этом арктическом форуме, и я участвовал на сессии Арктика – территория транспортных возможностей. Конечно, я специально пошел на эту сессию, потому что она меня очень интересовала. Все-таки транспорт у нас одна из основных проблем. Но, к сожалению, я не услышал там ответа на свои вопросы, потому что основной разговор шел о северном морском пути. Нет, тут можно добавить, да, конечно, интересно было видеть участие представителей АТР. Очень солидная делегация из Китая была. Они неспроста сюда, мы думаем, приехали. Они приехали именно по транспортной логистике. При этом, вот, республика может предложить очень хороший вариант по северному морскому пути. Это значит, с использованием железной дороги, которая до Бестяха у нас уже протянута, да, чтобы загрузить вот эту дорогу, можно спокойно, вот, логистику для этих стран АТР спокойно можно сформировать. И при этом наша железная дорога получит свою работу, скажем так, загрузится. Я уже вижу, что экспресс на Аляску становится реальностью, да? И вот стран АТР уже думает о строительстве своего ледокольного флота. Поэтому, вот, развитие северного морского пути, если при хорошем лобби, скажем так, да, и при поддержке федеральных властей через реку Лена и при внедрении, вот, участие железной дороги Бестяха по Якутии, очень хорошая логистика может до, начиная с Китая до страны. Он укорачивает, как бы, путь, но там есть определенные сложности тоже, потому что разные виды транспорта, во-первых, во-вторых, несколько перевалок сразу возникает, плюс надо пересекать границу нашего государства, то есть таможню проходить, растамаживать, потом опять обратно вывозить, как бы, из страны. То есть тут несколько таких сложных нюансов имеется. Ну, да. Ну, вот, что касаемо обеспечения, все-таки, я знаю, что вот несколько подразделений, несколько ведомств осуществляют вот это самое обеспечение, беспрерывное причем, да, и федеральный бюджет, и республиканский бюджет тратят огромные-огромные просто средства. Вот, на прошлой передаче, вот, когда мы говорили про рыбу, да, в том числе, говорили про некие модели оптимизации вот этих схем обеспечения, которые позволят, ну, более логичнее, что ли, использовать все вот эти средства. Ну, ту передачу, правда, не смотрел, да, и поэтому сейчас мне сложно, конечно, ответить. Ну, речь шла о схемах Якутопторга, Тимада Граснаба, ваше ведомство. Да, да, у нас такие схемы есть, вот, и вывоза продукции, и завоза туда овощей, продуктов, ну, это сложноватая тоже схема, и вот, действительно, с глобальным потеплением у нас меняется природа, климат, и, вот, как вы сказали, в каком-то районе зимних всего один месяц. Это, конечно, еще больше усугубляет нашу систему транспортировки, и перед нами, конечно, стоят огромные такие задачи, которые, чтобы как-то вот улучшить всю эту транспортировку, доставку этой же продукции с севера, но на сегодня, конечно, очень все сложно. И вот, вот, о той площадке, где мы были, да, вот, я, к сожалению, я туда попал, когда я думал, что будут разговоры о авиатранспорте, ну, вот, пассажир, транспортные, вот, пассажирские перевозки тоже же у нас очень в трудном положении. И, к сожалению, на этой площадке об этом разговор вообще не шел. Шел только о северном москомплексе. А почему не донесли? Почему не донесли? Основной вопрос там был, вот, северный морской путь и добыча углеводородов. Ну, это глобальная задача. Главная архитектура. А то, как будет жить население и так далее, вот этот вопрос надо ставить. И тема-то разговора-то, основном-то была же, это как, вот, назывался диалог... Не только. Как диалог... Территория диалога. Территория диалога. А тема была, человек в Арктике, да? Да. Вот, но, к сожалению, вот, основная эта тема, человек в Арктике, она не была. То есть, говорили о Буровиках, говорили... Да, вот, 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 вот. Нет, все-таки вот, я в чем-то соглашусь, что в Арктике должны жить только самые сильные, самые выносливые, самые... Но на встречах северного форума как раз человек все время звучал. Человек... Ну, и северный форум, он располагает, он более гуманитарный, он более такой... Все губернаторы, как говорили. Да, то есть, не такой сугубо практичный подход, да, где больше, скажем, набурить этих самых углеводородного сырья, да, а о том как раз образовательный, как раз здравоохранение и так далее, и так далее. Вот эти все социальные аспекты, они больше звучат именно конкретно на северном форуме. И вот, вы говорите, семисторонний прям договор был подписан, да? Да, я, во-первых, хочу сказать, это тема Арктика территории диалога. 14 субъектов принимали участие, и многие страны, Финляндия, Норвегия, Исландия, Аляска и так далее. Это действительно, ну, дало, наверное, возможность посмотреть на проблему глобально, в том числе человека в Арктике. Мы посетили выставку высоких технологий, конкретно там, начиная от военного освоения, оснащения и так далее, кончая вот самыми мирными, гражданскими, там, это, допустим, здоровое питание в наших условиях, допустим, в северной, суровой Арктике, как, допустим, организовать правильное питание, чтобы это было рационально и так далее. Это мы конкретно отрабатывали вопрос подписания соглашения. Соглашение было подписано именно по проекту, который мы инициируем давно и системно проводим это, Дети Арктики. Вот это будущие Арктики, это Дети Арктики. Поэтому, в принципе, продвигая этот проект, мы начали вопрос еще обсуждения в Салихарде, а потом в Аркангельском подписании. Подписали семисторонние, это, в первую очередь, Федеральное агентство по делам народностей, включает расходы, конкретно по части реализации данного проекта в свою государственную программу. Далее, это ассоциация по ассоциации коренных народов Северной Сибири и Дальнего Востока, это вот общественная организация с пять субъектов. Это республика Саха-Якутия, Архангельская область, вот это, конечно, территория, да, это Ямало-Ненецкий автономный, Хантамансийский автономный, республика Коми. Поэтому вот семисторонние соглашения подписаны именно поддержать этот проект. С нашей стороны подписал это Егор Афанасьевич, и после подписания он подчеркнул, именно это исходит от республики Саха-Якутия. В первую очередь, с учетом особенностей наших арктических территорий, северных суровых условий, мы инициировали проект локальный вначале, да, Кочевая школа. Этот проект был подхвачен многими субъектами, в том числе Ямалом, Архангельской областью и Хантамансийском в частности, да. Этот проект дальше будет продвигаться на территории арктической зоны. Почему? Потому что там с учетом освоения новых территорий, с учетом низкой плотности населения, а также тем, что там военная мощь наращивается и так далее, начиная от гарнизонных школ, кончая вот именно создание условий для детей, кочующих народов, именно для развития традиционного вида хозяйства, в том числе рыболовства и оленеводства и так далее. И то, что на выставке нам показали очень хорошо, в принципе, это мы можем переложить именно в рамках этого проекта для детей, начиная от вопросов здоровья, профилактических, правильного питания, разных моделей развития системы образования с дошкольного возраста, кончая профессиональным образованием и то, что у нас есть проект международно-арктическая школа по международному стандарту, это международный бакалавриат, то, что у нас есть международный арктический центр культуры и искусств и проекты, которые у нас по арктическому классу, именно в системе образования, они получили хорошую поддержку и в целом все субъекты, которые подписали, очень заинтересовались проектом Республики Соколи. Я просто хотел бы дополнить, что я буквально на днях снимал девочку, есть еще программа, которая вне бюджета финансируется, поиск талантливых детей в арктических зонах, то есть специалисты в ВШМ, допустим, выезжают, проводят прослушивание, мастер-классы и тут же забирают детей. У нас малая академия наук, высшая школа музыки и так далее. Финансируется, ну, в смысле, на поступление от Алроса, да, шикарный вообще проект «Дети Арктики», и я думаю, что и здравоохранение, вот оснащение, высокие технологии, пункты здравоохранения в арктических зонах и так далее, и так далее, все это, на самом деле, прерогативное направление, которые должны соблюдаться. И мы опять проживаемся на рекламную паузу, и сразу после этого, ну, к завершающей части нашего сегодняшнего состояния приступим. Увидимся сразу после рекламы. Можно ли говорить, что у Якова Лейзеровича арктический менталитет? Да, наверное, потому что он молчал первые 40 минут и буквально в рекламную паузу перед завершающим, да, разразился таким интересным на самом деле монологом. И от выступления нашего социального блока мы переходим, на самом деле, вот работа в Арктике требует очень высокого уровня профессионализма, да, то есть это и экстремальные условия, это и погодные условия, это и соблюдение, крайне важно соблюдение всех требований, стандартов, которые в промышленной безопасности и так далее применяются. И в этой связи, все-таки обидно, что у нас не арктический университет, ну, обидно, мы все-таки, да, я опять перетягиваю, мы арктические, мы арктические, да, вы же заключили с арктическим университетом какой-то соблюдением. Актические ангельцы просто первыми, они зарегистрировали торговую марку, да, бренд арктический университет, надо сказать, что форум проходил в основном на базе Северного Арктического Федерального Университета, на базе наших коллег. Наш университет, Северо-Восточный Федеральный, был представлен отдельной делегацией во главе с ректором Евгенией Савиной Михайловой. Первый день мы приняли участие в работе выставки, для которой специально был построен отдельный корпус, да, там в основном были промышленные предприятия, регионы. Конечно, наша республика Саха-Якутия была представлена очень достойно, и мы представили на этой выставке свои проекты. И в первый день состоялось подписание соглашения с университетом Арктики, с господином президентом университета Арктики Ларсом Куллерудом. Надо сказать, что этот университет, консорциум, входит 200 университетов северных, северо-восточный федеральный университет наш, он создал российский университет Арктики. Создал фонд, который поддерживает студентов, аспирантов, которые выезжают в партнерские университеты. Ну и второй день, 30 марта, мы участвовали в работе сессий. И одна из ключевых сессий была Арктика, территория профессионалов, где приняла участие министр науки и образования Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева. И там очень емко выступила наша Виктория Евгения Исаевна и предложила создать ТАСЭР Арктика, кластерного типа, на базе СВФУ. Ну, если очень коротко сказать. То есть это проекция некого дальневосточного опыта на территории куда севернее, да? Можно сказать и так, наверное. Можно так сказать, да? Очень много то, что наработано в республике, сейчас принимается другими субъектами именно арктической зоны. В том числе наработки Северо-Восточного федерального университета, наработки наших учителей и так далее. И то, что сегодня есть конкретно в республике, начиная от телемедицины, да, кончая высокими технологиями в разных отраслях. Ну, Роман еще упомянул тут арктик скиллс, это, ну, сейчас же очень модно. Да, 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 компетенции, да? Да, помимо, получается, того, что в Арктике куча своих географических проблем, такого рода и экономических проблем, еще есть кадровый голод, именно рабочих. И, соответственно, Василия Ольга Юрьевна, она конкретно дала понять, что ворк скиллс это стандарт. Соответственно, у нас есть чем ответить, это арктик скиллс. Когда я у нее спросил по арктик скиллс, она сказала, отлично. И после этого очень-очень похвалил наш университет за то, что мы, собственно говоря, и занимаем лидирующие позиции по этому вопросу, что и признал, собственно говоря, и губернатор Ахангельской области. Поэтому можно смело сказать, что в том проекте, который мы будем предлагать, это будет упоминаться, потому что у нас имеется, грубо говоря, сам являясь экспертом ворк скиллс российским, СФУ должен стать центром этого движения. Что компетенция именно в образовании, даже там термин какой-то, можно сказать, придумали и дальше будут продвигать, это арктический стандарт образования. Это тоже с учетом специфики, именно и в целях подготовки будущих кадров для освоения Арктики, в целом развития Арктики, чтобы люди в этих суровых условиях жили, какие условия должны создавать. Вот именно начиная от рабочих кадров, кончая именно профессионалами очень высокого уровня. Ну, я хотел бы перейти еще к тому, что вопрос к общим всем участникам. Насколько был, громко звучал голос нашего региона, нашей республики в тех направлениях, которые упомянули же насчет субсидирования транспортных перевозок, гражданских, ну, пассажирских перевозок. Я считаю, что этот вопрос максимально острый, поскольку в него конкретно утыкается даже низкий профессионализм. Люди просто не имеют возможности выехать куда-то на учебу. В него упирается и обеспечение всем необходимым арктическим. Ну, насколько вообще в глобальном целом голос республики был услышан вот на таком высочайшем уровне? Ну, я думаю, абсолютно могу уверенно сказать, что голосу республики нашей всегда прислушивались и прислушиваются. Тем более, у нас была самая представительная делегация, ну, не считая Архангельской области, выступали и участвовали во всех ключевых сессиях. В том числе, вот, в молодежном форуме Егоров Анатольевич выступал по северным опорным зонам, по развитию транспортного составляющего и инфраструктуры северно-морского пути в целом. Участвовал в заседании госкомиссии по развитию Арктики, где тоже очень хорошее выступление делал. И, конечно же, очень такой, как бы практически программную речь произнес на встречу губернаторов Северного форума. Дал тон всему обсуждению, где присутствовало 10 губернаторов и 5 вице-губернаторов. То есть это очень большая встреча была. И вот Тарас Попов из нашего постоянного представительства Москвы по энергетике очень хорошее выступление сделал. Евгения Саевна уже сказали. И по всем, где экспозиция, экспозиционная часть была, все тоже отмечали, что республика очень хорошо представила свой потенциал. Хотя площадь экспозиции была совершенно маленькая. И, конечно же, дегустация традиционных блюд коренных народов Севера, где Якутия вместе с Ассоциацией Ленивуды Мира курировала весь этот проект, вызвала огромнейший интерес. И практически все ключевые участники форума побывали на этой площадке, где постоянно звучало Якутия, Якутия, Якутия. Но это индикатор качества жизни, Владимир Николаевич, согласитесь? Да, конечно. Еда, стол, вот та самая свежая рыба, свежая ягода, мясо оленей, это индикатор качества жизни. Да, и мы с собой взяли еще группу Air Hunt, которая выступала в богатой культурной программе и вызвала по-настоящему фурор среди всех участников. И все говорят, вот Якутия богата не только промышленностью и так далее, но и культурой, традициями. Вообще очень красиво все это выглядит. Самое главное, чтобы в том триллионе, которое запланировано на арктические программы, нашлось достойное место конкретно нашим направлениям, конкретно нашим проектам. И по части вот северного морского пути, и по части транспортных каких-то схем, которые, я надеюсь, оптимизируются наконец. Потому что качество жизни северян нужно повышать. Вот это же главное, которое ставили не только вот этих, как вы назвали, длиннорублевщиков, но и коренные жители, вашего населения, население ваших плюсов. В этот триллион выйдут 150 проектов, и 42 из них в настоящий момент касаются республики. И больше 30 инициированы самой республикой. И плюс федеральные органические власти добавили еще хороший проект. То есть треть вот этого триллиона как бы должно осуществляться уже на нашей территории. На нашей территории. То есть на этом мы показываем свою, как бы сказали, арктичность. Вот именно повышение качества жизни северян в арктической зоне посвящено созданию ТСРА Арктика при нашем университете. Вот университет уже строит дома из автоклавного монолитного пенобетона, создает скрининг здоровья населения, мониторинг здоровья. Экологические исследования мы проводим. Очень много. 24 малых инновационных предприятия в университете существуют сейчас. И университет предлагает весь свой научный, образовательный, кадровый потенциал, чтобы качество жизни населения на севере повысить. Я сам из арктической зоны, поэтому я хорошо знаю, насколько это нужно сейчас. На самом деле это страшно, когда нет... Это мы привыкли к сотовой связи, да? Это мы привыкли к тому, что можно сесть в автобус и уехать до близлежащего райцентра. А как, допустим, будет, я не знаю, вот Леринское хозяйство, представитель на прошлой передаче был, да, и говорит, извиняюсь, у меня 15 марта зимник открылся, и второго закроется. Да, да, да. Это мы привыкли к определенную долю оптимизма, да, и то, что мы видим, но официально вроде бы не звучало, да, ну, на таком высоком уровне. А вот сейчас прозвучало. Да, вот 150 проектов, да, триллион рублей, да, Арктика будет осваиваться, и мы в этой территории будем сосуществовать со всеми в мире и в согласии. И решать свои все насущные проблемы, касающиеся и безопасности, и экономической мощи нашего государства, и сохранения природных ресурсов, Яков Леонидович, и повышение, самое главное, повышение качества. Потому что, я еще раз говорю, Арктика не должна стать белым визновым, ну, какого бы ни было мнения, скажем так. Должны выживать сильнейшие, должны жить лучше, должны жить достойнее. Увидимся.